всем привет с вами валера и в этом выпуске я вам хочу показать свою работу которую я сделал буквально на днях это я бы получается я сделал из вас 2101 пикап который был внутри заводской почему я сейчас вам показываю копейку нах объясню так все вы знаете что в 2010 году в автолегендах вышел под номером 25 вас 2101 в принципе я скажу такое вот эта модель она у меня стоит в коллекции я ее не трогаю она какая есть в оригинале такая стоит но у меня был меня и были два донора один еще остался донор один я использовал для перепила в пикап и честно скажу вам столкнулся с такой особенностью пока модель не разбираешь пока модель стоит вот так вот на полке все смотрится очень аккуратно интересно и хорошо единственный когда я разобрал модель я понял что китайцы очень сильно молодцы постарались а в плане того что во первых начнем с днища имитация бензобака я не знаю где они такой бензобак видели и где они его вообще взяли но это ладно сама в суть еще такая что вот здесь вот днище она короткая днище короткая и они нарастили получается из плава вот здесь вот сделали такое как утолщение это утолщение если так брать она идет где-то вот я вот так вот попали вот если брать по пальцу вот по краю пальца вот это все идет утолщение честно сказать это немножко меня так шокировало но самое интересное это панель приборов чтобы вот видели я вам показываю панель приборов стоит от вас 2103 мне стало интересно я посмотрел эту для думал может мне просто попался такой брак нет посмотрев на эту модель тут стоит то же самое панель приборов от тройки плюс если взять еще даже журнальную серию автомобиль на службе милицейская копейка тут тоже самое панель приборов стоит от тройки и днище точно такое же также вот видите на два одинаковых днища полностью то же самое здесь нарастили мне просто интересно китайцы когда они тогда делали в 2010 году выпускали эти модели китайцы ладно их не мастера это у них видимо особенный такой стиль изготовления у них все вечно через одно место получается и вот показываю что у меня получилось конечно скажу сразу пришлось много поработать поработать чем фрезером потому что скажем так на я хотел убрать вот эту часть скажу сразу что да я отделил крышу срезал сначала крышу и потом уже стал убирать багажник сняв багажник я понял что вот эта часть вот она была где-то еще сюда вот если взять вот то что у меня здесь есть еще сюда миллиметра 2 вот такая толщина была шла и она сужалась а именно вот в этой части в нижней причем мне пришлось фрезером полностью это все вот так вот эту часть убирать делать под наклоном чтобы вот видели чтобы не так сильно было заметно что тут есть такой выступ мне захотелось а сделать пикап таким чтобы был стояла запасное колесо и чтобы был бензобак бензобак я сделал из эпоксилина вот запасное колесо вы видите вот стоит у меня его сейчас вытащу и покажу что тут было сделано скажу сразу мне пришлось вот так вот чтобы вы видели фрезером вырезать выточить точнее даже углубление задней стенки багажника задней стенки вот вы видите углубление но есть практически дошел до того места где отверстие от фонарей и бампера конечно можно было бы и здесь это все среду вы сточить но я не стала этого делать потому что я захотел просто сделать запасное колесо сюда я приклеил на днище вот такую вот имитацию углубление запасного колеса скажу сразу это от 35 масштаба от мотоцикла крыло и вот получается вот так вот у меня выглядит кузов внутри здесь сделал имитацию усиление где стоят пружины с двух сторон поставил бак здесь сделал две такие направляющие вот они также как на настоящем автомобиле и получается вот я вставляю запасное колесо чтобы вы видели вот я вставил запасное колесо вот так даже вот и все у меня стоит запаска задняя стенка это я взял от автомобиля газель перегородку у меня была оставалась а и ее подогнав сюда приклеил так же самое сделал с помощью пластика вот здесь вот перегородочки вот эти и вот покрасил то в такой голубой цвет светлый голубой конечно немножко с краской я прогадал хотел другой цвет синий сделать но получился светло-голубой также сама с помощью фрезера сделал здесь вот на дверях углубления вот они потому что на фотографиях где внутри заводской автомобиль есть дверных ручек у него не было там были просто вот эти как углубления не закрыты также сделал такие два поручня с пластика и все в принципе единственное что покрасил салон панель приборов скажу сразу я заменил то которая троечная стояла я ее убрал у меня скажем так я делал одно время конверсию из двойки и тройки универсал троечный и получается у меня там оставались детали и оставалась панель приборов от вас 2102 которую я сюда и поставил фото салона я приложу сюда к видео вы посмотрите там как раз как салон сделан покрашен также сама на руль я поставил от пружинки колечко имитацию сигнала и в принципе нанес декали на при на приборную панель им модель получилось честно вам скажу очень интересная мне понравился результат конечный так что еще было сделано вот эти молдинги вот здесь это идет скотч скотч такой прозрачными как он металлический вот просто вырезана тоненькая полосочка и приклеенная и вот а так автомобиль выглядит у меня сзади чтобы вы видели если пи ничего больше особого добавлять тут так не стал дворники все оставил оригинальные единственное что покрасил глушитель здесь имитация глушителя и картер коробки передач и все в принципе получился вот такой вот пикапчик чтобы вы видели еще покажу вот тут стоит бензобак как на настоящем автомобиле и все и скажу так ребята если кто-то захочет если у кого-то может есть лишняя копейка кто захочет сделать внутри заводской пикап именно из копейки я в приложении в сообщество добавлю фотографию одного пикапа внутри заводского он там идет желтого цвета где чтобы вам не вот эту часть заднюю если не хотите стачивать там стоит багажник там просто пикап с багажником и здесь внутри стоит какая-то бочка и в принципе если кто-то захочет сделать пикап вам не надо просто говорю еще раз повторяюсь что-то мудрить здесь выбирать вы просто оставлю сары за срежете крышу сделаете заднюю стенку как пол здесь и все и останется у вас багажник просто сделаете здесь имитацию как вот перегородки может быть я не знаю либо просто оставите багажник сюда поставите какую-нибудь там бочку которая там вот как на фотографии и в принципе все можете потом покрасить там в какой он цвет и было желтым кажется в желтом цвете машина и все и у вас получится пикап внутри заводской но не открытый полностью а с багажником поэтому я говорю вот ребята если кто-то у кого есть вообще честно скажу очень интересно есть штука фрезер для маникюра он продается я так смотрел в интернет магазинах у меня просто есть такой фрезер для маникюра очень хорошая машинка имеет в принципе несколько по скорость можно регулировать имеют насадки такие которые позволяют обрабатывать сплав металл и поэтому вы можете просто если не покупать тот же самый модельный там какой-то там для моделистов навороченный фрезер можно просто купить фрезер для маникюра он работает бесшумно не гудит не шумит поэтому работать им очень в одно удовольствие поэтому я говорю попробуйте если кто захочет сделать пикап или насчет вот именно данного фрезера если будет интересно как ним вам я могу как-нибудь сделать видео в котором просто покажу что у меня есть из инструментов которыми я пользуюсь какое что мне есть из фрезера у меня потому что есть два фрезерных один есть моделист ну я покупал такой можно сказать модельный давно уже но правда работает как трактор и есть вот фрезер для маникюра и в принципе я честно вам скажу отличие очень такое существенное и тот фрезер для маникюра он позволяет очень интересно хорошо но что-то делать работать по металлу и группу даже пластик можно обрабатывать и тем более гонни он не шумит не гудит имеется скорость разную плюс можно переключать направление вращения самого самого механизма либо он крутится по часовой стрелке либо против часовой стрелки поэтому его это очень и стоит он не он стоит в принципе недорого даже вот по ценам которые здесь сейчас где я живу в принципе это совсем недорого получается в пределах там грубо говоря ну сколько ну где-то 20 где-то да где-то около 20 евро ну в принципе это недорого я считаю поэтому вот так вот хотел с вами поделиться вот такой вот своей работой изготовлением внутри заводского пикапа поэтому вот вы можете видеть что у меня получилось а и в принципе я считаю мне понравилось то что я хотел задумку сделать по установлению бензобака и запасного колеса у меня получилось а до колесо не родное стоит но тем не менее мне это не важно главное что есть запаска поэтому вот такой вот небольшой ролик по изготовлению внутри заводского пикапа вас 0 2101 я заканчиваю спасибо всем за просмотр и спасибо за ваши комментарии спасибо новым подписчикам кто подписывается на канал и также спасибо всем тем ребятам кто подписан на меня уже тему то время которое существует канал этому еще раз всем вам большое спасибо с вами был валера и пока до встречи